приветик друзьям ну что давайте снова прогуляемся по тюльпановой коллекции вот один из моих любимых видов тюльпанчика он маленький тоже как бы мини считать ну как мини он в руке вот так выглядит но очень нравится сочетание нежно-сиреневый цвет желтой серединкой и он почему-то сбежал смотрите за клетку наверное когда я прикапывала луковку осенью она наверно за пределы решетки выскочила решетка внутри так ну вот только и у мастилась с камерой возле цветов появился кошара вот такой симпатичный и бантик еще раз вели такие бордовые с игольчатой каемочкой по краям желтой середочкой тоже очень интересный насыщенный такой красно-бордовый цвет и даже немножко мне кажется с ноткой коричневого очень симпатичный обычные желто-красные с подмороженными кончиками это типа пиановидный белый это кстати детка у меня я прошлом году только завела белые пиановидные 1 луковка и она поделилась на детку которая вот она сейчас цветет а саму ее кто-то меня прошлом году съел и она достаточно слабенькая так в этом году у меня поменьше уже посажено бордовых с белыми иголочками бордюрных тюльпанчиков почему-то они зацвели рану обычно они вообще мне в мае цветут а это вообще прям мини-мини тюльпанчики такие малюсенькие бордовенькие тоже расцвели поэтому здесь моя разводочная грядка поэтому они здесь все в одной кучке желто-красные с игольчатыми краями тоже цветут красиво тоже подморожены видите какие края все опять под ночным заморозком побывала вот это вот тоже у меня второй сезон такие тюльпанчики с размытой окраской интересные пойдем дальше другом месте оказались посаженные снова лиловые по-моему я их с чем-то перепутала и они мне теперь в двух местах посажены тут и вон там они где-то я что-то попутала в луковицах сиреневый с белой середкой так нормально и не раскрылись потому что оказались в подмороженные а вот мимо немножко прошла правда ну я не могу в этом году вообще тюльпаны какие-то страшные лило ой не это не лиловка малиновый а вот эта наглая морда меня кусает за руку малиновый с длинными иголочками тоже необычный цветок него кстати он большим и не был никогда он был такой низкорослый у меня больше всего почему-то низкорослых тюльпанов вот такой вот большими иголочками а пчелы жужжат жужжание прям стоит слышно это другой тюльпанчик достаточно нежные раскраски белый с розовым и иголочками по краям но в этом году тоже будет слабо цвести прошлом году мне все эти тюльпаны устроили мне сюрприз и все пошли в детку всем у меня в прошлом году не было ни однородно цветка с эти вот этой раскраски когда я выкопала листой 2 лист вы было полно но когда я выкопала там были сплошные детки почему-то материнские луковицы все поделились и вот теперь детки начинают свое первое цветение рядышком у меня следующий интересный вид он тоже подмороженный но надеюсь видно будет пока тюльпан молодой он достаточно такой си белый с темными сиренниевыми фиолетовыми штрихами но с возрастом ну точнее постоянно увеличиваясь и растя вверх и увеличивается сам бутон у него вот эта сиреневая черта штриховка подходит краям подходит краям лепестка сейчас я приду к тому который у меня постарше цветочек вот так происходит миграция вот этой штриховки постепенно получается из центральной части где была концентрация штриховки она постоянно с ростом с возрастом цветка перераспределяется только к краям и он становится белый с сиреневыми краями вот здесь кстати здесь у меня грядочка это те которые я в позапрошлом году сажала как как это называется семечка в общем просто ассортить деток кинула это позапрошлым когда их посадила в прошлом году здесь было просто листва а в этом году очень многие детки из прошли позапрошлогодние семечки зацвели и вот такие алые малыши цветут тоже у меня прям алый алый цвет но они тоже мини большая коллекция мини цветочков тюльпанчиков вот такие вот алые сейчас пойду другим цветочкам которые я в прошлом году заказала через интернет вот он красавчик вот такой вот тюльпан интересной расцветкой вот такими чертами по бокалу как это называется да очень красивый это я заказывала через интернет мы сейчас глянула другие еще не расцвели и цветет заказанная через интернет анимона она просто гигантская хотя цветочек сначала расцветал махонький он был махонький но каждый день смотрите у меня уже по диаметру пальца указательного каждый раз каждым днем он все раскрывался больше и больше не часто встретишь такое что постепенно с возрастом с каждым цветением сам цветок становится все крупнее и крупнее обычно он остается у многих цветов таким каким он был при первом же распуске это вот такая вот анимонка расцвела ну и чуть позже расцвела с другого другого куста анимонка вот такая фиолетовая но она пока маленькая но я так смотрю что у нее та же самая тенденция увеличивается в размерах правда красоточка я их посадила в первый раз но если честно на упаковке с анимонами были нарисованы махровые с такими гофрированными лепесточками поэтому я и заказала вышли вот такие вот простые и еще два кустика у меня просто еще пока в кустах и бутон не формируется но тоже интересно какой у меня ассорти выйдет дальше еще через интернет заказывала набор из четырех расцветок махровых тюльпанов ну желтый у меня принципе был желтый он уже расцвел остальные пока в бутонах вот этот наверное будет белым прям беленький это тут с какими-то красными чертами ну и этот наверное что-то из красных оттенков так что этих ждем ну начинается еще один вот один вот второй все за мной следом ходят ну пойдемте покажу еще один цветочек пока совсем еще ветер не растрепал засниму что же вышло у меня в этой клубочке где ассорти я сажала получается еще один красный а этот который был светлый не белый а розовый очень красивый и нежно-розовый кошек кошек гладится а у меня цветы гладятся что ты их сейчас разломаешь вместе с ветром вот такие вот ну вообще алые-алые паруса опять он кусается ты от больших любви меня кусаешь а павсианин вот такие вот выросли здесь цветочки вот не знаю видно вам или нет но вот она проснулась спящая красавица купена что солнце отсвечивает вот она уже завязывает бутончики наконец-то после зимовки она вышла на такая вот симпатичная купена но на меня посажена была когда если ирисы были маленькие а теперь ирисы по моему ее разрастаясь немножко глушат кого-то из них надо будет переселять возможно купенов пока она может отсветет и наверное потом корневища надо будет аккуратно выкопать и пересадить вот такая вот красоточка она мне больше нравится конечно из-за листвы но жалко что это красота не на все лето она потом снова уйдет в спячку ну что ж друзья пока пока всего вам самого доброго и светлого и увидимся в следующих видео